Из поучения преподобного Фёдора Студита на сегодняшний день Вхождения Господа в Иерусалим Братья и отцы, Божественный апостол Павел, желая обратить нас от ленности к тщанию и усердию, говорит Братья, радуйтесь, всегда радуйтесь о Господе И ещё говорю, радуйтесь Посланник Филиппийцам Имейте всегда, призывает он духовную радость, которая не в силах заглушить или уничтожить мирские заботы Поэтому и говорит о Господе, то есть жительствуя и подвязаясь по Богу, стяжайте благодать Божию Кротость ваша, да будет известно всем человекам, Господь близко Не заботьтесь ни о чём Господь близок к вам, говорит он, чтобы освободить вас от всякой нужды и искушения И посему не бойтесь, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом Ибо он готов помогать молящимся ему Итак, не будем нерадивы в божественных подвигах Напротив, будем крепиться и с усердием совершать дело, которым призвал нас Бог от мира Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства Послание Галатам Не будьте снова рабами греха Так не будем же пленниками страстей плотских Ибо всякий, кто был рабом, кого были бы нечестивцы и злодеи и получил свободу Захочет ли он по своей воле вновь стать рабом варвара? Напротив, не будет он сколько возможно избегать его, радуясь, что освободился от тягости рабства Впрочем, если кто бывает рабом человека, это еще не велико зло Ибо апостол говорит, даже если бы раб, не думай, что рабство служит тебе препятствием к благочестию и ко спасению твоей души Но если и можешь сделать себя свободным, то лучше воспользуйся Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа Равный и призванный свободный есть раб Христов Тем более мы, освобожденные Христом от греха и рабства дьявольского Послание 1 Коринфянам Посему мы, насколько возможно, должны всемирно избегать греха Или не знаете, что сколько нам зла причинял грех Не вел ли он в мир смерть, тогда как мы были бессмертными Не низверг ли он нас с неба и вверх в эту многоскорбную земную жизнь Не от греха ли произошло и происходит всякое зло Будем же избегать его Как истое зло Возненавидим его, возлюбим же добродетель Побуждающий ангелов любить людей И соделывать их равными себе И не ангелами только, но и богами Как и в Сполме сказано Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы 81 Псалом А в чем состоит сила добродетеля? В удалении от мира и в любви к Богу Ибо никто не может служить двум господам Не можете, говорит Господь, служить Богу и мамоне Ивангель Матфея То есть сребролюбию и добродетели Нельзя быть одновременно друзьями и добродетели и греха Ибо что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Невозможно человеку и любить плотские похоти И творить дела добродетели И если мы достигли меры совершенной добродетели То слава святому Богу, от которого исходит всякое даяние, благо и всяк дар совершен Будем пребывать в страхе Божьем Тверды, непоколебимы, охраняемы Если же мы не достигли меры совершенства То постараемся, пока имеем время Утверждаемое верой, окрыляемой надеждой Связуемой любовью, просвещаемой послушанием Святясь исповедью и украшаясь прочими добродетелями Как истинные христиане Как неложные сыны послушания и повиновения Как мудрые о Христе и как рабы Господни Настоящую жизнь провести добродетельно и мирно И будущих благ достигнуть О Христе Иисусе Господе нашим Которому подобает слава и держава с Отцом и Святым Духом Ныне и пресно и вовеки веков Аминь Причастники поблагодарим Господа за принятие